Всем привет! Меня зовут Юлия, и я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня вас ждет большое, прочитанное аж за три месяца. Я помню, что обещала так не делать, обещала записывать видео каждый месяц, чтобы было проще мне, проще вам, но что-то опять пошло не так. Поэтому усаживайтесь поудобнее, запасайтесь чем-нибудь вкусненьким, наливайте себе чай, кофе, потому что разговор нам предстоит длинный. Я начитала 10 книг, и только одна из них получила от меня самую высокую оценку. Какая? Узнаете скоро, не переключайтесь. Первой книгой ноября стал роман Кадзуо и Сигура «Не отпуская меня». Странные отношения у меня с этой книгой, чего греха таить. Дважды я начинала ее читать в бумаге, бросала всякий раз, потом попробовала аудиоверсию, снова бросила. Причем все эти разы я не продиралась дальше первых 50 страниц, но каждый раз что-то меня отвлекало, каждый раз меня что-то побуждало бросить, но я всегда знала, что я еще обязательно вернусь к этой книге. Мне почему-то казалось, что это точно мое, просто сейчас не время, просто не те обстоятельства. И звезды сошлись именно в ноябре. Я наконец-то дочиталась четвертой попытки «Поздравьте меня». И это действительно книга, которая меня не разочаровала, которая подарила мне много самых разных эмоций и очень много неудобных мыслей. Я люблю такие книги, когда у тебя есть возможность что-то поразгонять в своей голове, даже наедине с собой, порассуждать внутри себя. Я долго думала, буду ли я в рассказе об этой книге здесь, упоминать ее главный сюжетный движок, потому что я уже изначально его знала из подкаста «Книжный базар». Тогда Галина Юзифович предупредила, что те, кто не хотят слушать спойлеры, могут перемотать. Я не стала перематывать. Я знала главный спойлер. Но это вообще ничуть не испортило для меня впечатление от книги. Но я немножко расстроилась, когда зашла на лайфлибе поставить ей оценку и увидела, что почти в каждой рецензии люди начинают свой отзыв именно с этого момента. Мне кажется, что это не очень правильно, поэтому вы можете ничего не перематывать. Я не буду упоминать вот ту самую важную деталь, которая действительно является ключевой в сюжете. Я попробую рассказать о книге без нее, а дальше вы уже там сами будете делать свой выбор. Хотите вы сразу это узнать, тогда можете прочитать какие-то отзывы, там все это есть. Или вы предпочитаете остаться в счастливом неведении, тогда не надо никуда лазить, не надо ничего гуглить, просто берете книгу, открываете и начинаете читать. Скоро вам и так все это будет понятно. 30-летняя Кэти вспоминает свое детство и юность в школе Хейлшем, и с первого взгляда кажется, что она, ее друзья были самыми обычными детьми, самыми обычными проблемами, уроки, хобби, какие-то ссоры, дружба, первая любовь, все как у всех. Но есть один нюанс. У этих детей не было будущего, и они знали об этом с самого начала. Сразу же возникает вопрос, почему? Я не готова сейчас на него ответить вам. Книга вам все расскажет. Плюс, конечно же, сразу с первых страниц будут возникать вопросы, кем работает Кэти, что у нее за профессия, что у нее за работа, что за школой был Хейлшем. Это какой-то приют для сирот, или это наоборот какой-то пансионат закрытый, привилегированных для детей, богатых родителей. Мы тоже с самого начала не совсем понимаем, что там происходит, как туда попадают дети. Опять же, оставлю этот вопрос без ответа. Кадзуя Исигура вам все объяснит. Если бы меня попросили описать эту книгу одним словом, то я бы, наверное, сказала «Безысходность». Но как бы парадоксально это ни звучало, когда ты переворачиваешь последнюю страницу и закрываешь эту книгу, в тебе горит жгучее желание проживать каждый день, как последний. За счет эффекта, что ли, от этой безысходности, тебе хочется достать из своего чуланчика или из какого-то места внутри вас, где вы храните свои мечты, эти самые мечты, и начинать что-то делать для их исполнения. То есть, книга дает такой очень большой мотивационный пинок. Реально очень хочется жить, и не хочется разбрасываться ни единым днем в своей жизни. Мне кажется, что это очень важные эмоции, очень важный опыт, поэтому, конечно, я бы рекомендовала вам прочесть эту книгу. Я поставила ей восьмерку. Она понравилась мне чуть меньше «Погребенного великана». Там вообще был для меня какой-то разрыв. И, наверное, именно «Погребенный великан» станет самой любимой книгой у Исигура. Но это тоже очень важное чтение, особенно если вы любите какие-то антиутопии, а это роман-антиутопия. Если вам хочется чего-то, что могло бы вернуть вам вкус к жизни, то, наверное, это оно. Следующей книгой стал роман Арчибальда Кронина «Замок Броуди». Я не стала изобретать велосипед, взяла, наверное, его самую популярную книгу. Это было мое знакомство с автором. И очень смешанные чувства у меня от этого опыта, если честно. Ну, во-первых, конечно, эта книга про тирана, абьюзера, деспота, манипулятора, мерзавца, подлеца. Я готова еще десяток определений накинуть, чтобы описать главного героя Джеймса Броуди. Он самое настоящее чудовище и, наверное, теперь возглавляет мой топ персонажей, которых я ненавижу. Мне на протяжении всего романа очень хотелось, чтобы кто-то его наконец-то поставил на место, огрел чем-нибудь хорошенько, убил, в конце концов. Я реально испытывала к нему какую-то жгучую ненависть. Он очень меня бесил. Он превратил жизнь своих близких в сущий кошмар. Вот этот дом странный, где они все живут, стал для его троих детей, жены и матери настоящей тюрьмой. Мне, в общем-то, понравилось, как написана эта книга. Мне кажется, что Кронину удались и описания, и диалоги, и какие-то внутренние метания персонажей. Но я не верю в этих героев. Они для меня какие-то очень плоские, и за счет этого я не прониклась с симпатией и сочувствием практически никому. Что я имею в виду? Если у Кронина, Броуди, ужасный такой человек, тиран, деспот, то он такой во всем. Просто он до самой мельчайшей своей клеточки, он отвратительный и ужасный. Если его жена такая очень мягкая, бесправная женщина, то она такая во всем. Как будто это немножко картонные люди, как будто бы таких не бывает на свете. И, возможно, поэтому мне действительно не удалось никому прикипеть. Да, я там с замиранием сердца следила за судьбой старшей дочери Броуди Мэри, которую он беременную выгнал на улицу. Да, я следила, как будет развиваться судьба его младшей дочери Несси, на которую он делал большую вставку, которую он заставлял учиться. И, наверное, вот линия с Несси это единственное, что меня хоть чуть-чуть вывело на какие-то эмоции, потому что то, что случилось с девочкой в финале, конечно, ну, как минимум заставляет о чем-то задуматься. Я не могу сказать трогает, но хоть как-то во мне отзывается. Да, было временами скучно, временами тяжело, я долго читала эту книгу, но все равно поставила ей довольно высокую оценку, восьмерку снизила за персонажей, но в целом мне этот опыт понравился. Сразу хочу предупредить, если вы собираетесь покупать вот эту книгу в азбуке классика, хорошо подумайте, здесь очень мелкий шрифт, мне было очень тяжело сквозь него пробираться, поэтому я практически всю книгу слушала, за очень редкими исключениями прибегала к бумажному носителю, лучше купите себе экземпляр в серии большие книги, или может быть найдете какое-то другое издание, это прям вообще не советую. Цементный сад Инна Макьюина, честно говоря, я не знаю, как я буду рассказывать здесь про эту книгу, чтобы меня не закидали помидорами, потому что, о ужас, книга мне понравилась. Я поставила ей 7 баллов, и считаю, что какой бы мерзкой, аморальной, страшной и шокирующей эта история не была, она имеет место, и мне кажется, что писатель Макьюин очень здорово с ней справился. Нам рассказывают о семье, где растут четверо детей, но их родители, вместо того, чтобы заниматься их воспитанием, тратят большую часть времени на выяснение отношений друг с другом. Сначала умирает отец, потом тяжело заболевает и умирает мать, и дети не придумывают ничего лучше, как закатать ее тело в бетон, в подвале, оставить ее в доме, где они живут, и никому не сообщать о ее смерти, продолжать жить так, как будто ничего не случилось. Мы понимаем, что если бы это были нормальные дети, то вряд ли бы с ними произошло то, что произошло, но мы изначально имеем дело с ребятами, у которых определенно есть какие-то проблемы с психикой, и мне кажется, что смерть матери, она становится просто таким спусковым крючком, триггером для них, чтобы каждый начал сходить с ума по-своему. Та концовка шокирует, но мне кажется, что шокирует она, скажем так, в вакууме, что ли, то есть, если я вам расскажу, что было в конце, вы скажете, о боже, какой кошмар, какой ужас, но если вы читаете эту книгу, то вы, в общем-то, погружаетесь во все это, и вы понимаете, что к этому оно все идет, то есть, тут нет ничего удивительного, к сожалению. Я абсолютно точно не буду брать на себя такую ответственность и советовать кому-то эту книгу, хоть она мне понравилась, потому что, повторюсь, это точно чтение не для всех, не потому, что оно там какое-то ужасно философское, ну просто не все готовы, наверное, читать про такие ужасные вещи, но мне вот такой Макьюин понравился чуть больше, чем тот, который написал Искупление, наверное, самую его известную книгу, мне почему-то Цементный сад как-то больше отозвался и вызвал больше каких-то эмоций, мыслей после прочтения, я не знаю, что со мной не так, приходите в комментарии, можем обсудить, поспорить, если вы тоже читали эту книгу. Последней книгой ноября для меня стала Харея Марины Качан, вы знаете, что я довольно пристально слежу за коллаборацией двух издательств, Палеандрия Но Эйдж есть смысл, они выпустили уже четыре книги, три из которых я успела прочесть, и, наверное, Харея на данный момент станет моей любимой, это действительно первая какая-то история из мной же прочитанных, которая меня сильно тронула, это автофикшн, и я прям горячо советую ее прочитать всем, кто любит этот жанр. Это очень тревожный, очень болезненный текст о вине, о страхе, о поисках себя, о попытке простить и понять своих родителей, очень много в нем всего сконцентрировано, заложено. Отец Марины умирает от какой-то страшной болезни, настолько непонятны, что врачи даже не могут поставить точный диагноз. Известно только то, что он работал радиобиологом и после взрыва на Чернобыльской АЭС исследовал там почву, поэтому, конечно, главная версия это то, что он получил слишком сильную дозу облучения радиации. Проходит несколько лет, и Марина, будучи уже беременной, находит в интернете статью про такое генетическое заболевание, как Харри Гентингтона. И чем больше она читает эту статью, тем более уверенной она становится в том, что именно это и было диагнозом ее отца. Это какая-то ядерная смесь Паркинсона, Альцгеймера, обсессивно-компульсивного расстройства, там очень много всяких неприятных симптомов. И теперь у Марины только два вопроса, является ли она сама носительницей этого гена, и может ли она его передать своему еще нерожденному ребенку. Поэтому она собирается сделать генетический тест, и собственно мы всю книгу ждем результатов этого теста, то есть есть такая интрига, но понятно, что это не самое главное, потому что эта книга как будто бы очень откровенный разговор с близкой подругой, где она делится тем, как она переживала утрату, как складываются ее отношения с матерью, со старшей сестрой, как она пережила роды, как у нее обстоят дела с мужем, про свои страхи, про свои боли, про свои сомнения. То есть это такой максимально откровенный монолог, и ты действительно очень благодарен автору, что она решила тебе так довериться. В декабре я прочитала всего две книги, и первой был роман Луизы Мэйолкотт «Под маской или сила женщины». Луиза Мэйолкотт автор нашумевших маленьких женщин, которых я до сих пор не прочла, но знакомство с ее ранним произведением оказалось вполне удачным. Я слушала эту книгу, поставила ей семерку. Мне было очень любопытно погружаться в этот, казалось бы, банальный сюжет. В роскошном особняке появляется новая горничная по имени Джин Мюир. Она уже работала до этого в одном знатном семействе, но после того, как молодой хозяин воспылал к ней страстью, любовью, ей пришлось покинуть это место и устроиться в Ковентри Хаус. Джин Мюир не обладает какой-то особенной красотой. Это тихая, скромная девушка, при этом она может подобрать ключик к очень разным людям. Где-то она показывает себя хорошей рассказчицей, где-то певицей, может укоротить лошадь, сыграть на фортепиано, помочь больному. И так постепенно она завоевывает доверие, любовь всех обитателей Ковентри Хауса. И все бы ничего, если бы в конце первой же главы мы не узнали, что Джин Мюир на самом деле не та, за кого себя выдает. Мне кажется, что это такой немножко плутовской роман, очень феминистичный для своего времени. Опять же, не ждите здесь каких-то умопомрачительных сюжетных поворотов, все довольно предсказуемо, но при этом написано интересно, бодро, действительно хочется погрузиться в эту историю, отвлечься от всего, она очень хорошо справляется с такой миссией. Фенни Флейк «Рождество и Красный кардинал». Я специально брала эту книгу в декабре, чтобы она зарядила меня новогодним настроением, но книга меня обманула, потому что зимы там оказалось вот стольчика. Все остальное время действие происходит весной, летом, осенью, когда угодно, но Рождества, снега, Нового года в этой книге катастрофически мало, но это совсем ее не портит. Мне этот роман понравился чуть меньше, чем «Жареные зеленые помидоры», я поставила ему восьмерку, он показался мне слишком уж добрым и уютным. Поэтому все те, кто ругали жареные зеленые помидоры за все те неприятные ситуации, в которые попадали главные герои, все те трагедии, которые с ними случались, возможно, вам следует обратить внимание на Рождество и Красный Кардинал, потому что здесь градус драмы выкручен практически на минимум, несмотря на то, что в завязке Освальд, наш главный герой, узнает, что жить ему осталось недолго, его болезни прогрессируют, и доктора, чтобы как-то ему помочь, советуют Освальду отправиться на юг, сменить климат, потому что возможно, это как-то облегчит его болезнь и продлит ему жизнь. Так Освальд оказывается в маленьком городишке Затерянный Ручей, это то замечательное место, где все друг друга знают, где все ходят друг к другу в гости, там Освальд, конечно же, заводит себе новых друзей, у него появляется новый смысл в жизни, новые хобби, мотивация, в общем, в конце спойлер, все будет хорошо. Это такое очень теплое душеспасительное чтиво, мне кажется, что оно способно вывести вас из ничетуна, если вы в него попали, а также подарить вам немножко хорошего настроения. Я книгу слушала, хотя у меня есть бумажный экземпляр, купила его на нонфикшене, но уже успела отдать родителям, поэтому не могу вам сейчас его показать. Вторая моя книга у Феннифлэг, пока полет нормальный, точно буду продолжать обращаться к книгам этой писательницы, посмотрим, что там дальше. Наступает новый книжный год, январь, а я еще никак не рассчитаюсь со своими долгами, потому что в январе я продолжила дочитывать роман Большая Суета Ислама Ханепаева, я тоже специально брала эту книгу в декабре, чтобы обеспечить себе новогоднее настроение, потому что действие этого романа как раз-таки происходит аккурат под Новый год. Так случилось, что это третья книга этого автора, которую я читаю, и для меня, наверное, она самая слабая, я поставила ей шестерку, мне кажется, она вообще не попала в мое настроение, и в этом проблема, для меня январь был эмоционально очень сложным, возможно, я просто не до конца прочувствовала эту книгу, окунулась в нее, но я точно могу вам ее посоветовать, потому что она очень душевная, там много всяких смыслов, интересных цитат, мне кажется, что она точно достойна вашего внимания. Большая Суета это огромный трехсотлетний бук, который стоит в центре Махачкалы, и он такой большой старый, что стал главной достопримечательностью города, на самом деле, конечно, такого дерева не существует в реальности, не ищите его в Дагестане, ислам его придумал, так случилось, что одна компания хочет построить на том самом месте, где растет бук бизнес-центр, и у этой компании есть все бумаги, все разрешения, чтобы его спилить. Но не тут-то было, потому что на бук забираются шестеро очень непохожих друг на друга людей, которые преследуют общую цель во что бы то ни стало спасти это дерево. Так на смотровой площадке оказываются юная блогерша из Москвы, тренер по борьбе, очень набожный молодой человек, активист, дагестанская правозащитница, спивающийся актер и дедушка с деменцией. Все эти люди были раньше незнакомы друг с другом, но теперь они объединены одной задачей, одной миссией, и первое время кажется, что это действительно так, но потом выясняется, что на самом деле у каждого из них были свои личные цели, своя личная мотивация залезть на это дерево и обратить на себя внимание. Там есть несколько берущих за душу монологов, и вообще в целом правда книга заставляет о многом задуматься, еще она все больше вдохновляет меня когда-нибудь уже посетить Дагестан, мне кажется, что все книги Ислама Ханепаева именно на это и рассчитаны. Да, история получилась местами очень наивной, но мне кажется, что это ее не портит. То, что она не попала конкретно в меня, точно не делает эту книгу хуже, поэтому я тоже могу вам ее от души порекомендовать. Мы наконец-то добрались до моего фаворита, это любимчик эпохи Кати Кочур. Эта книга попала ко мне довольно неожиданно, потому что я не собиралась ее покупать. Мы с мужем гуляли, у меня было очень плохое настроение, и он предложил мне зайти в книжный, потому что он знает, что новые книги всегда меня очень вдохновляют, воодушевляют, и Никита предложил мне выбрать любую книгу, чтобы он мне ее подарил. У меня, конечно же, в голове сразу открылся список из кучи моих хотелок, но в тот день я гуляла по магазину, смотрела на эти книги, которые бы очень хотела иметь в своей библиотеке, но почему-то ни одну из них мне не захотелось взять, и тут со мной произошла странная история, о подобном рассказывала Аня Власова в одном из своих последних видео, она сказала, что когда приходит в книжные офлайн-магазины, то покупает там те книги, которые с ней говорят с полок буквально, и со мной заговорила именно эта книга. Я не собиралась ее покупать, она была у меня в отложенных на букмейте, я знала, что она интересная, классная, собиралась почитать ее в электронке, но в тот день именно она со мной заговорила, и я унесла ее домой, что самое интересное, я начала читать ее в тот же вечер, я очень редко так делаю, очень редко начинаю читать книги, которые купила прямо сейчас, но я не могла оторваться, я хотела поскорее с работы приехать домой, чтобы опять занырнуть в эту историю, все здесь хорошо, и язык, очень простой разговорный, но в то же время образный, и стиль, это какое-то смешение жанров, хотите мелодраму, пожалуйста, хотите детектив, тоже, хотите триллер, забирайте, здесь очень много всего намешано, герои постоянно попадают в какие-то интересные ситуации, в общем, я осталась в каком-то полном восторге, это первая книга в новом году, которую я влепила твердую десятку, точно буду всем советовать, наверное, нужно немножко рассказать о сюжете, здесь мы имеем дело с двумя братьями, Родионом и Ильей, на первых страницах мы узнаем, что Родион умер, и оказался в таком странном месте, я бы, наверное, назвала его лимбом, там он с одной стороны общается с другими мертвецами, с другой стороны смотрит, что происходит в мире без него, в частности следит за тем, как складывается судьба его младшего брата Ильи, тут надо отметить, что братья очень разные, Родион такой прирожденный лидер, красавец, все у него удается, у него замечательная карьера, прекрасная жена, а Илья, он такой с самого детства был 33 несчастья, очень болезненный, хлипкий, слабый мальчик, который не знает, чего он хочет от жизни, он то себя в одном попробует, то в другом, постоянно находится в каких-то разъездах, но при этом обладает какой-то магнетической силой, которая заставляет просто всех женщин на его пути влюбляться в него без памяти. Родион также вспоминает их детство, в котором произошла одна неприятная история, однажды Илья пропал, и родители просто с ног сбились, пока его искали, естественно, привлекли к этому делу милицию, и оказалось, что мальчик провел несколько дней запертым в квартире сумасшедшей бабки, которая жила в их дворе, то есть он все это время находился в соседнем подъезде, эта женщина решила его похитить, никто не понял зачем, после этого Илья какое-то время не разговаривал, а когда заговорил, начал заикаться, и вот это похищение, оно как будто выступает таким тоже триггером, спусковым крючком, дает начало ряду странных событий, которые потом происходят в жизни братьев, в общем, еще раз повторюсь, классная книга, берите не раздумывая, очень советую. Роберт Гайраев, «Слово пацана», криминальный Татарстан 1970-х, 2010-х, я прекрасно понимаю, как вам надоел сериал «Слово пацана», кровь на асфальте, он мне уже тоже очень надоел, но я, тем не менее, не могла пройти мимо этой книги, мне было очень интересно посмотреть на первоисточник, мне было интересно, как режиссер Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев переработали вот эти данные, которые приводят Гараев в книге, как из них получился собственный сюжет сериала, мне было любопытно все это сравнить, я получила ответы на все вопросы, которые у меня возникали, мой вердикт, создатели сериала, правда, очень хорошо поработали с исходником, это такая прямо скомпилированная, сконцентрированная версия книги, это я к тому, что если вам не хочется читать вот этот вот огромный Талмуд, то чтобы понять вообще, что происходило в Татарстане в 70-е, 80-е, 90-е, правда, достаточно посмотреть этот сериал, потому что там все это наиболее интересно, понятно, разложено, показано, тут мое большое уважение правда создателям, но я помучилась, я прочитала, точнее послушала, и я уверена, что если бы я читала эту книгу в бумаге или в электронке, я бы ее обязательно бросила, она бы меня добила, потому что временами мне становилось так скучно хоть волком вой на стенку лезть, я очень рада, что у Роберта Гараева было так много всяких источников, но я не понимаю, зачем эти источники просто пачками пихать в каждую главу, я сейчас объясню, о чем я говорю, вот, например, одна из первых глав, где нам рассказывает об устройстве группировки, и сначала нам автор объясняет, как устроена группировка, потом на аванс сцены выходят его источники, то есть это какие-то свидетели эпохи, те люди, которые сами были членами группировки, какие-то милиционеры, кто угодно, в общем, эти люди по очереди начинают нам рассказывать, как устроены группировки, и по сути они повторяют одно и то же, и ты слушаешь одного, второго, третьего, на четвертом, ты уже не понимаешь, что происходит, на пятом тебе хочется просто выключить или перемотать, переключить на следующую главу, потому что это уже невозможно, книга точно не располагает, чтобы вы с ней как-то отдохнули или расслабились, она вас просто задавит информацией, язык очень сухой, к вот этому стилю изложения фактов нужно будет привыкнуть, я очень с собой горжусь, что я дочитала, дошла до конца, но, опять же, повторюсь, сериала, наверное, было бы достаточно, но работа была проведена большая, автор молодец, я поставила семерку, если вам захочется прям нырнуть глубоко в криминальный Татарстан, то вы знаете, что делать. Десятая книга в моем списке, последняя, прочитанная в январе, Один день мисс Петтигрю, Уиннифрид Уотсон, разочаровала меня эта книга, честно признаться, поставила я ей 5 баллов, мне кажется, что я бы с удовольствием посмотрела такую постановку в театре, почему-то мне показалось, что из этого романа получилась бы неплохая пьеса, но как художественное произведение, как роман, она меня совсем не впечатлила, мне было скучно, все какие-то сюжетные повороты казались мне предсказуемыми, я откровенно зевала и думала, когда же это все уже закончится, считала страницы до конца. Это такое переосмысление сказки про Золушку на новый лад, наверное, это Золушка для взрослых, потому что главной героини Джиневри Петю Грю уже под 40, она дочь викария, всю жизнь работала гувернанткой, была очень добродетельной особой, и это ее добродетель привела к тому, что она в таком возрасте была одинокой, никому не нужной, ни семьи, ни детей, плюс еще и нечем платить за съемное жилье, она очень нуждается в работе, приходит в агентство, с которым она сотрудничает, ей говорят, что некто мисс Де Лафос ищет гувернантку, ей дают адрес, и Джиневра едет наниматься на работу, она звонит в дверь, и внезапно оказывается в водовороте разных событий, то есть она еще даже не успевает сказать мисс Лафос о том, что она пришла к ней устраиваться на работу, как уже оказывается в гуще разных перипетий, потому что вот эта девушка, мисс Лафос, она такая взбалмошная актриса, у нее один любовник, второй любовник, третий, один ее обеспечивает ролями, второй предлагает ей выйти замуж, в общем, у нее какая-то там очень хитро, запутанная личная жизнь, она совсем не знает, как вообще разобраться с этими мужчинами, и внезапно мисс Петтигре начинает ей в этом помогать, становиться ее лучшей подругой, в общем-то вся книга это один день, который проживает Джиневра Петю Грю в новом обществе, у романа довольно высокие оценки, и я понимаю, что кому-то эта книга может принести радость и легкость, но, к сожалению, со мной этого не произошло, так бывает, это нормально. Спасибо, что пережили мой длинный спич, я очень надеюсь, что смогу вернуться к привычному и для себя, и для вас формату, когда я рассказываю о тех книгах, которые я прочитала за месяц, мне кажется, что это оптимальный вариант для всех, ну а пока напишите, пожалуйста, в комментариях, читали ли вы что-нибудь из того, что я сегодня упоминала, давайте обсуждать эти истории, я буду очень рада, если вы поделитесь своим мнением. если вы еще не подписаны на мой канал, то рекомендую вам это сделать прямо сейчас, чтобы не пропускать новые видео, также напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, ссылочка, как обычно, будет в описании к этому ролику, ну а я буду с вами прощаться, увидимся, до скорого, пока!